Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл открытый диалог с представителями системы здравоохранения. В ходе встречи обсуждены меры дальнейшего развития сферы и устранения системных проблем. Заслушаны предложения медицинских работников. События назвали знаковым в дальнейшем развитии медицины. Ведь обозначены конкретные целевые ориентиры так, чтобы реализовать благородную идею во имя чести и достоинства человека. Здравоохранение. Именно от этой сферы, как не раз отмечал президент, зависит настроение людей, удовлетворённость их жизнью. Здоровье общества – это фактор, напрямую влияющий на реализацию амбициозных планов и программ. Потому за последние пять лет была проведена масштабная работа по коренному реформированию сферы. Созданию совершенно новой системы. Задачи, связанные с медицинской сферой, заняли особое место в стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Президент уверен, для реализации поставленных целей нужны более действенные меры, практические усилия, новые идеи, неординарные подходы. Чтобы инициатива исходила от самого медперсонала. Потому к этой, по сути, исторической встрече, открытому диалогу Шавката Мерзиёева со специалистами сферы готовились особенно тщательно. Знаковое событие, несомненно, станет мощной платформой для нового этапа развития отрасли. Дворец международных форумов «Узбекистан» собрал участников этой особенной встречи. Посредством видеоконференц-связи в ней участвовали врачи и представители общественности со всех регионов страны. В общей сложности около 20 тысяч человек. Сахатарахады мутлака я не учрежу форматы. Табиат-таки слухотлер инсан хадры учен мабзустыге очк малахатамазге. Узбекистан, республика с президент Мухтарам Шавкат Мараманович Морзияев Ташвивбюрдлер. Народ, отметил президент, должен быть удовлетворен жизнью. Мы должны отойти от громких слов и открыто поговорить об имеющихся проблемах. Ясно осознавать, с чего начинали, чего достигли, к чему идем. Медицинские работники именно от вас, сказал Шавкат Марзияев, зависит обеспечение интересов людей. Вы должны быть достойными продолжателями Великого и Бансины. Пандемия стала большим уроком и большим опытом для всех нас. Жизнь, подчеркнул глава государства, это борьба. И очень важно, чтобы все врачи, весь медицинский персонал ясно осознавали, что от каждого зависит успех государственных программ. В докладе президента прозвучал детальный анализ уже проделанной работы. В последние годы резко возросли объемы средств, направляемых в сферу. Только в 2022-м из бюджета на ее развитие было выделено 24 триллиона сумм, или в четыре раза больше, чем в 2016-м. Что в связи с этим изменилось в системе, прежде всего отметил Шавкат Марзияев. Мы приступили к коренным реформам в первичном звене здравоохранения на основе совершенно новых подходов. Начиная с прошлого года, в каждой махале были организованы медицинские бригады, работающие непосредственно с семьями. В первичном звене с 2021-го наложено бесплатное обеспечение населения 66 видами лекарств. В целях расширения качественной медицинской помощи населению число работников учреждений первичного звена было дополнительно пополнено еще 20 тысячами медиков среднего звена. В селах и махалях удалось наладить оказание 8 видов новых медицинских услуг. В регионах начали действовать более 100 филиалов 23 специализированных медицинских центров. В результате созданы возможности проведения в клиниках на местах 210 видов операций диагностики. Ранее для этого приходилось ездить в столицу. Мы, сказал президент, полностью перешли к открытой и прозрачной новой системе оказания услуг нуждающимся слоям населения. Средства отныне выделяются не медицинскому центру, а конкретному больному, которому необходимо лечение. Еще одним из самых больших изменений в системе здравоохранения стало развитие наряду с государственной, также частной медицины внедрена система ее поддержки, включающая налоговые и таможенные преференции субсидии. За последние пять лет создано шесть новых медицинских вузов. Их общее количество достигло 14, а квоты приема увеличились в четыре раза. Мы долго готовились к сегодняшнему диалогу, подчеркнул глава государства. Выслушали мнения и врачей, и пациентов. Получили множество предложений от широкой общественности, международных экспертов. В созданный колл-центр поступило более 25 тысяч обращений. Глубоко изучив поднятые в них вопросы, систематизировав их, отметил Шаркат Мерзиёев, мы разработали программу мер по семи важным направлениям. По каждому пункту определены конкретные финансовые источники, технические решения и практические механизмы. Первое направление. 55% обращений связано с приближением медицинских услуг, учреждений первичного звена к населению и расширением их сети. В этой связи отмечено, будут реализованы адресные меры по оказанию гражданам на местах неотложной, доступной и качественной медицинской помощи и услуг. Будет создана система, способная решить 85% проблем первичных медицинских учреждений. На местах будет еще более расширена сеть поликлиник. В целях увеличения охвата первичной медицинской помощью и снижения нагрузки, будет разрешено опытным врачам осуществлять индивидуальную семейную врачебную деятельность. Время работы дневных стационаров в семейных врачебных пунктах, семейных и многопрофильных поликлиниках будет продлено до 8.00 вечера. Начиная с 1 мая 2022 года во всех многопрофильных центральных поликлиниках будут созданы детские отделения. Озвучены и другие нововведения. Кроме того, сказал президент, будут осуществлены меры по снижению стоимости самых необходимых лекарственных препаратов не менее чем на 30%. Для достижения этих целей будет всесторонне поддержана национальная фармацевтическая отрасль. Наряду с традиционной медициной мы уделим, подчеркнул глава государства, серьезное внимание развитию народной медицины. Во всех регионах будут созданы центры и бенсино. Они наладят в школах, лицеях, колледжах, техникумах и вузах обучение народной медицине и здоровому образу жизни. Второе направление обозначено президентом системы скорой медицинской помощи, от которой для сохранения жизни человека требуются неотложные, точные и очень квалифицированные действия. Служба скорой помощи 103 войдет в единую систему управления на уровне республики, области, города и района. Теперь на основе опыта Ташкента в каждой области будет внедрена электронная автоматизированная система управления по оказанию скорой медицинской помощи. Отныне скорая помощь будет обслуживать не в границах района или области, а по кратчайшему до больного расстояния. По третьему направлению определенному руководителям страны будет реализована отдельная программа по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений в 2022-2025 годах. На эти цели будет привлечено 6 триллионов сумм. А еще будет принята программа цифровизации всех направлений медицины, начиная с первичного звена и развития IT-инфраструктуры. Если мы не создадим благоприятные условия для нелегкого труда медицинских работников, не повысим их статус и авторитет в обществе. Если врачи и медсестры не будут заинтересованы в результатах своего труда, то наши реформы не дадут ожидаемых плодов. Поэтому меры четвертого направления напрямую связаны с поддержкой медицинских работников. В нынешнем году, сказал президент, мы планируем наряду с другими повысить заработную плату медикам не менее чем на 10%. В дополнение к этому, в целях дальнейшего стимулирования нелегкого труда представителей сферы, с 1 июня 2022 года заработная плата медицинских работников будет увеличена на 15% в зависимости от квалификационной категории. Врачам, выполняющим сложные высокотехнологичные операции, будет выплачиваться надбавка в размере 25%. Кроме того, в фонд стимулирования медицинских работников ежегодно будет направляться 1,5 триллиона сумм. Предусмотрены специальные ежемесячные выплаты в размере до 1 миллиона сумм, преданным своему делу молодым врачам, только приступившим к работе. Пятое направление, определенное лидером страны, обеспечивание учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. С этой целью с 2022-2023 учебного года будут целенаправленно увеличены квоты приема в медицинские вузы на основе государственных грантов, исходя из реальной потребности регионов во врачах. Предусмотрено совершенствование системы бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры. Шестое направление, озвученное президентом, профилактика заболеваний посредством здорового образа жизни. Ведь человек, постоянно занимающийся физическими упражнениями, не нуждается ни в каком лечении. С нынешнего года будет внедрена рейтинговая система оценки эффективности более 17 тысяч медицинских бригад, более 2 тысяч семейных врачебных пунктов и семейных поликлиник. Это значит, что отныне медицинские работники берут на себя обязательства по охране здоровья населения и профилактике на своей территории. В соответствии с седьмым направлением, медицинская система будет переведена на финансирование по принципу расходовать средства непосредственно на пациента. Внедрят национальную систему учета здравоохранения, которая позволит проводить медико-экономический и статистический анализ. В целях системного и последовательного продолжения реформ в сфере до 1 октября совместно с экспертами Всемирного банка будет разработана стратегия здравоохранения, включающая 7 основных направлений. Согласно расчетам, на все эти цели предполагается выделить из бюджета дополнительно 3,2 трлн сумм, помимо предусмотренных в 2022 году 24 трлн сумм. А затем состоялся диалог, открытый, конструктивный. Звучали от представителей сферы конкретные предложения, актуальные проблемы. Многие из них решались прямо на месте. Президент был открыт для подобного обсуждения. Ведь именно на полях этих встреч можно принять оптимально взвешенное, продуманное решение, обозначить новые точки роста сферы, такой важной и такой ответственной. Ведь здоровье человека, и это прозвучало не раз самое большое богатство. По итогам диалога уже в ближайшее время будут приняты важные решения. В них отразят все предложения и инициативы, а также прозвучавшие мнения. Словом, будет обозначена четкая дорожная карта дальнейших реформ. И еще одна. Прозвучавшая в ходе диалога глубокая мысль. Для укрепления сферы здравоохранения атмосферы профессиональной честности и порядочности, достижения поставленных целей, все, врачи и медсестры, пациенты, руководители и ответственные лица, должны действовать сообща. Прошедшая беседа, особенно выступление президента вашей страны, оставили яркие впечатления у каждого, потому что глава государства затронул важнейшие аспекты, которые будут служить к дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения. Как известно, организация «Джайка» успешно сотрудничает с Узбекистаном, и наша цель – принять участие в реализации важнейших инициатив Шавката Мерзиёева. Хоть и моя специализация направлена на экономику, хотел бы отдельно отметить важный факт. Мы все должны понимать, что для всестороннего развития любого государства нужно начать совершенствование медицины, ведь здоровое поколение – основа будущего страны. Президент Узбекистана сегодня четко расставил важнейшие приоритеты. Мне также понравилось то, насколько сильно он ценит труд представителей сферы медицины. Президент акцентировал свое внимание на самых актуальных вопросах, волнующих как работников здравоохранения, так и и населения Узбекистана. И это очень важно. Это был впечатляющий диалог. Каждый звучавший вопрос был важен. Во время еще подготовки к событию более чем 25 тысяч вопросов и обращений поступило. Более того, на 60% обращений уже был дан ответ еще до начала. То есть процесс решения выстроен был детально. Мне понравился формат. В событии участвовали тысячи людей, все регионы. Молодые люди могли задать вопрос. Глава государства особенно выслушал обращения женщин, что очень важно. На каждый момент был дан мгновенный ответ. Найдено решение. Как представитель ЮНИСЕФа я впечатлен. Звучало, что в стране 11 миллионов детей до 18 лет. Их здоровье для страны – приоритет. Поставлены точные цели развития педиатрии как в госсекторе, так и в спектре частной медицины. Также шла речь об усилении программ матери и ребенка на уровне поликлиник и первичного звена. Мы также часть этого процесса. И теперь после встречи мы чувствуем новую энергию, ориентированность на результат, желание ускорить процесс. Все идет в комплексе, и мы очень впечатлены. Я была очень счастлива присутствовать в именно таком мероприятии, потому что я даже не знала, что президент подробные детали уже узнает и дает вариант, дает предложение для увеличения системы в стране. Предложения были включены в дальнейшем программе реформирования. Четко определили, до такого уровня будут увеличены мотивации и зарплаты для медицинских услуг. И еще во-вторых, это улучшение образовательной системы и повышение квалификации медперсоналов в больницах, клиниках и еще в бузах. В качестве организации международного сотрудничества получила очень большой толчок и мотивацию для успешного проведения нашего запланированного проекта. Все работники медицины ждали этот день как свой праздник. Почему? Потому что руководитель страны дал возможность высказаться, быть искренним с ним и дать свое предложение. Из далеких регионов, из районов, из аулов выступали медики. Участвовало более 20 тысяч человек по всей стране. И самое главное, это обращение нашего президента к работникам медицины. Мы, откровенно говоря, сегодня получили ответы на вопросы, которые нас годами мучили. Предложения связаны как с укреплением материально-технической базы, к которому мы относительно за последние 5 лет привыкли. Но самое главное, это материальное стимулирование, труда сотрудников медицины, это их поддержка. Конечно, мы очень вдохновлены, но вместе с тем перед нами поставлены тоже очень серьезные задачи. Перед нами стоит новая эра, которую мы должны готовить, разрабатывать и внедрять. 18 марта можно назвать для медицинских работников переломным моментом, потому что президент слушал нас. Не только нашу центральную студию в городе Ташкенте, но и каждую область. Каждая область и каждый сотрудник системы здравоохранения имел возможность вместе с частными клиниками выступить, задать вопрос. Население, которое ждет от нас реформ, особенно в отдаленных наших районах, горных районах, пустынных районах, в городах и районах всей нашей страны, получит дополнительно, как президент нам сказал, по статистике специализированной помощи нозологиям, диагнозам, дополнительные развертывания коек по специализированной помощи. Наша система экстремедицинской помощи за последние пять лет претерпела невероятные изменения, реформы положительные, конкретные сроки, даты, о том, что в течение двух лет по всей республике будут все машины нового класса, то есть анимобили. Это первый злободневный был вопрос. Второй вопрос. Доплата врачей, реаниматологов, которые работают в реанимационных бригадах. Для врачей с кормительской помощью этого не было. Также вопрос зарплат, то есть немаловажный. Ожидалось 10-процентное увеличение зарплаты, но президент пошел еще дальше. И в связи с этим мы только благодарны. Специальную передачу, посвященную открытому диалогу президента с представителями здравоохранения, вы увидите сегодня в вечернем эфире телерадиоканала Узбекистан-24.